И всем привет, друзья! С вами Картофан, и это вторая часть наших улётных приключений на техническо-магическо-скайблочной сборке. Но сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео. Если ты хочешь попасть сюда же, то обязательно пиши свой комментарий, и ты сюда попадёшь. Также не забывай подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы начинаем. Ну а перед просмотром данного видео, я бы хотел вам посоветовать заглянуть и подписаться на канал Хаскеча, ведь там он снимает множество всего интересного, в том числе и новую РПГ-сборку под монтажом. Ссылочка будет в описании. И сегодня я бы хотел вам показать, чего я добился за 3 дня выживания на этом острове. А именно, я сделал, естественно, сито. Ну и, как можно заметить, я здесь сделал не только сито, а ещё много чего. Начнём мы с чего? Давайте мы начнём сначала с фермы. Здесь я построил такую ферму дуба, потому что здесь, естественно, дерево очень нужно. Чтобы здесь оно автоматически выращивалось, я сделал специально вот такую ферму. Ферма эта крафтится не очень-то сложно. Здесь я, кстати, понял, как добывать валюту. Здесь, короче, есть на спавне. На спавне есть такие цветочки, которые вы собираете, продаёте травнику, и у вас появляются специальные монетки, которые вы обмениваете у банкира и получаете золото, за которое вы покупаете уже блоки. Вот и вот так вот, немножко поиграв, я себе сделал такую ферму дерева. Здесь, к сожалению, у нас саженцы яблочного дуба получается, поэтому я пока что не смог обменять их на гивею. Просто-напросто тот человек, который обменивает их на гивею, не принимает эти саженцы. Вот, в общем-то, я построил такую ферму. Здесь у нас ферма, я так понял, необыкновенная. Насколько я помню, в Форестри, здесь у него вообще радиус действия то ли 7 блоков, то ли 4, это я точно не помню. Но здесь, в общем-то, смотрите, у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять блоков радиус действия. То есть вот, это у нас самая маленькая ферма. Вот, ну что, здесь у нас, кстати, минеральное удобрение окончилось. Надо будет попозже купить его. В общем-то, теперь у нас здесь добывается дуб. Дуб это очень хорошо. Также добываются яблоки. Ну и песок, естественно, как шлак, так сказать. Вот, все это дело у нас питается с помощью РФ-энергии. А это все, то, что у нас делает РФ-энергия, находится снизу. Как раз мы туда скоро и придем. Здесь также я поставил пчелиный домик. Вот, что здесь еще у нас сверху? Здесь еще сверху я поставил такие вот здесь котелки, чтобы делать лаву. Вот здесь у нас вода собирается. Также я здесь нашел край мира. То есть здесь вот так вот он, вот там у нас край мира. Ну и также и в те стороны, вероятно, так же. Я только в одну сторону нашел край мира. Точнее, это не край мира, а край привата. Вот, что еще сверху? Больше ничего, думаю, что здесь не добавилось. Ну, кроме здесь я посадил еще такие кустики, вылупил немножко тут дырку. Надо было булыгу просто добыть. Вот, и давайте мы перейдем к самому интересному. Это уже сам дом. В доме здесь у нас стоят, смотрите, вот такие вот. Это у нас измельчитель, это у нас индукционная плавильня и красная печь. В общем-то, здесь, думаю, что не возникает никаких вопросов, что я здесь делаю. Здесь у нас электроламповый еще завод также есть. Сундуки здесь у нас стоят. Всякие с ресурсами. Здесь у нас баки там тоже с ресурсами. Ну и получается, что с нашим верхом покончено. Дальше мы переходим вниз. Там у нас самое интересное. Здесь у меня стоит такой виадук. В общем-то, это то же самое, что и футурами. Так вот передвигаемся мы по трубам. Здесь, правда, это не очень сильно видно, потому что маленькое расстояние. В общем-то, здесь у нас вот столько вот труб. Очень все сложно поначалу. Но на самом деле это все просто, если разобраться. Давайте начнем с самого простого, а именно генерация булыжника. А здесь, я думал, что есть такие специальные ломатели блоков. Они, по-моему, называются что-то типа автокрушители. Ну, в общем-то, что-то типа того. Они, в принципе, должны были ломать сами блоки в генераторе булыги. Вот. Но здесь таких блоков нет. Я все думал, как это все делать. Я сначала даже сделал такую специальную как раз ферму. Я хотел, в общем-то, делать так, чтобы у нас добывалось дерево. Дерево это у нас измельчалось в измельчителе. Получалась у нас пылька, которую мы засовываем в баки. Из баков у нас получается как раз-таки земля. А землю мы будем просеивать. И у нас будет получаться маленькие камешки. Маленькие камешки, соединив 4 штучки, мы получаем один блок булыги. У меня здесь не получалось сделать автокрафт. Здесь нет автокрафта вообще никакого. И поэтому я начал спрашивать у людей, как вообще здесь булыгу добывать автоматически. И в итоге я почему-то забыл про такую функцию. То, что у нас будет крафтиться булыга в бочках. Если в бочках налита вода и сверху будет у нас лава. То есть, смотрите, здесь у нас бочки. Вот они расположены. Так, давайте попьем соку, чтобы было получено. Так, вот, смотрите, у нас здесь расположены бочки. Туда у них заливается вода. У нас такая есть помпа, специальный водяной накопитель. Вот, и у нас туда заливается вода в эти бочки. Над бочками у нас установлена лава. И когда у нас бочка полная, то лава вот эта вот вся превращает воду в булыгу. И булыгу уже выкачивают трубы. Вот такие вот. Здесь билдкрафта тоже нету, поэтому пришлось сделать такие вот трубы. Вот, и смотрите, у нас вся эта булыга поступает вот сюда вот. И это все намного проще, чем то, что я хотел сделать. Я хотел сделать, как вы ранее могли услышать, чтобы из дерева крафтилась земля, а из земли уже крафтилась булыга. Это очень сложно было бы. Вот, и в итоге я нашел такую схемку. Не помню, какого игрока, но, в общем-то, он очень мне помог. Спасибо ему большое за это. И теперь у нас здесь крафтится булыга. Потом эта вся булыга поступает в тигеля. Ну, естественно, чтобы делать энергию, то здесь у нас получается лава. Лава у нас поступает в магмовые генераторы. И все это дело вырабатывает у нас энергию. Здесь, правда, у нас сейчас недостаток, потому что у нас здесь лавы мало. Надо будет это все чуть-чуть расширить еще где-нибудь. Так уж, штучки 4 добавят таких тигелей, думаю, будет нормально. Ну, в общем-то, вот так вот я получаю энергию. Здесь у нас такой вот накопитель находится, РФ энергии. Вот так вот у меня и получается энергия. Это, естественно, все питает и нашу эту ферму. И вообще все, что у меня есть в доме, то, что требует питания, оно у меня как раз питается от вот этого вот генератора. Дальше. У нас также есть другое разветвление. У нас вот эта булыга поступает в измельчитель. В измельчитель у меня получается здесь гравий. Гравий поступает в сундук. И здесь получается такая буферная зона. Здесь у меня немножко уходит в автоматическое сито, то есть пересеивается. Здесь, кстати, почему-то на этой сборке. Руда вообще очень-очень редко получается из вот этих вот всех из гравия, из песка и из пыли. Поэтому у меня здесь получается только алмазики, изумрудики, всякие лазуриты. Здесь у меня тоже всякие пыльки и здесь прям пыли, то есть костная мука, всякая красная пыль, светящаяся пыль, ну и все такое. Вот, смотрите, то есть от другая часть здесь гравий уходит у нас в другой измельчитель. И гравий здесь уже измельчается до песка. Здесь песок, естественно, тоже у меня будет просеиваться. И песок у нас тоже потом уходит в другой измельчитель. Здесь у меня получается пыль. Ну, это уже конечная станция. Здесь у нас получается, что пыль просеивается. Здесь у меня уже такой вот избыток, прям много пыли очень. Не успевает это автоматическое сито все просеивать. Потом это все дело выкачивается в сундук, в котором, так, в котором вот столько вот ресурсов. Вот за сколько я здесь, может быть, около двух часов, в общем-то, простоял, и здесь вот столько вот у меня рут, то есть очень мало. Не знаю, с чем это связано, но здесь, вероятно, это связано с тем, что нужно будет добывать всякое золото, продавать все, и, в общем-то, чтобы золото мы сами тут добывали, покупали за счет золота всякие слитки. Если вам интересно, чтобы я вам все это разжевал поподробнее, где-нибудь в креативе, чтобы как все дело строить, то можете написать комментарий, я обязательно это сделаю, если будет спрос. Вот, и также я решил сделать, так как у меня не вышло, чтобы делать булыгу из дерева, я решил сделать, чтобы у нас просто делалась земля, она тоже будет очень полезна, ее можно и продавать, и строить из нее остров, в общем-то, полезный материал. Я сделал так, смотрите, здесь у нас это поступает энергия в нашу ферму, здесь у нас поступает вода, отсюда у нас выкачивается, смотрите, здесь у нас выкачивается дерево, саженцы ненужные, и также яблоки. Яблоки я сделал так, чтобы они шли вот сюда вот, в прессовщик, и здесь они у меня перерабатывают вот в такой вот яблочный сок, он нас восстанавливает по одной единичке нашего голода. Это тоже все дело можно продавать за золото, так что, ну, имею ввиду игрокам продавать, вот, игрокам всяким разным продавать, у нас боты это не покупают, но игроки тоже хорошо покупают за небольшую цену, в общем-то, это очень удобно, потому что всегда это избыток, яблок много, вот так вот это и дело и работает. Дальше у нас, смотрите, дуб поступает в красную печь, чтобы делался уголь, уголь потом где-нибудь буду использовать, может быть в нано-броне, ну, в общем-то, тоже полезная вещь. И самое основное, то, что как раз создает землю, у нас здесь поступает в измельчитель, у нас здесь получаются опилки. Опилки у нас эти все поступают в бочки, у нас бочки наполняются опилками, здесь у нас производится земля, очень, кстати, быстро, вот она здесь высасывается, земля снизу, и получается земля. И этого всего я добился где-то за три дня, я бы мог этого добиться намного быстрее, если бы сразу же догадался, как делать вот этот вот весь генератор булыги. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь свой лайк, пиши комментарий, подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Картофан, всем удачи и всем пока!